Сегодня 19 августа 2016 года. Пятница. Преображение Господне. Это все знают. Вот я все размышляю об этом. Как устанавливается этот праздник? Проходит 100 лет, 200, 300, 400. Никто ничего. Но преображение, преображение. Тем более преображение ни на чем не отразилось. Ни на искупление, ничего. Оно отразилось только на Петре. Он об этом пишет. Когда от велелепной славы его принес соглас. Павел не пишет. 14 посланий. Никакой велелепной славы. Как будто я сейчас отовидел. До третьего неба вознесен был. И все понимают. Не знаю. В теле, не в теле. Не тело может быть человеком. Отсюда вывод. Иначе сказал бы то он. Вне тело не может. Нет. Именно может. Допустим, адвентисты седьмого дня. Они признают душу. Ну а признают они 17 глава Евангелия от Монфея. Да. Но явился Моисей. Он умер. Взайди на гору Фазгу и умри. Умер. А кто явился тогда, если он умер? Если души-то нет у человека. Понимаете, сколько за этим. Вот только один этот факт говорит о том, что ереси, свидетели Евгова, кто не признает душу человека, как там АСД, адвентисты седьмого дня, уже не было бы. Кто тогда явился? Илия, понятно, на небо взят был. Колесница огненная вознесла Илью. Отец мой, отец мой, конница Израиля, Елисей, воскликнул. А здесь явился, а почему именно эти сектанты еще ответить не могут? А мы можем. И вот что вы придумали? Придумали. Указание, что на горе Фавор это было, нигде нету. Это так, посмотрели одно другое, прикинули, где-то как-то засыпились. Давайте гору Фавор. Я даже представляю. Ведь не так, что сидит монах какой-то там Илларион или там Серапион, и он говорит, давай сделаем праздник. Нет, это выносилось на обсуждение, уже вселенские соборы были. Давайте праздник этот сделаем. Надо подогнать по число 12. Ну 12, понимаете? А их всего только два. А вначале было, ну Пасха и Крещение Господне, Рождество это в одном было. Ну а дальше-то стали набирать уже введение во храм Божией Матери, введение. Откуда взяли, с чего? И ввели ее во святая святых. Об этом Антоний Блюм говорит, митрополит, что выдумка это все. Она не могла быть во святом святых. Ее убили бы сразу. Убили вместе с Захарией. А тогда Захарию убили между храмом и жертвенником. Ну откуда взяли, что за это убили? Ну ничего, все надуманное. Вера от слышания. Не через желудок. А у человека пять органов чувств. Прочувствовать, что зрение основное 85%. Дальше слух. Обоняние. Дальше. Осязание. Осязает человек. Руками где-то пощупает. И вкус. Через рот. Взяли только через рот. И в церкви, что ладан по носу ударил. Дальше. Уши главное это. Ну уши много входит. Пение, словословие Бога. Прекрасно. Но там написано вера от слышания. Вера от слышания. Нет пирога, который мне сегодня жена испекла. От слышания. А это от обоняния. Можно пощупать осязание. Ну и вкус. А слово Божие. Нельзя его пощупать. Нельзя его обонять. И нельзя вкус узнать его какой. А написано слаще меда и капель соты. Золото с вами как раз там очищено. Переплавленное. То есть это все за бортом. Сколько раз сегодня читали счастнейшую херувим. Из-за чего? Из-за страха. Сторий напугал. Теперь везде. Везде. Даже в молитве, где приветствуют Божью Матерь. Ныне. Ну начинают там не ныне, а это. Убилища душа моя Господа. Возрождался дух мой. О Боже, спаси мою. И туда в каждое предложение. Как же я уже говорю. Наклали счастнейшую херувим. Непрерывно. А Библия состоит из 77 книг. 27 Нового Завета и 50 Ветхого с неканоническими. И получается, что самая главная книга, если люди разбираются в Библии, сказали бы, вот 77, тебе можно взять с собой только одну. Какую бы взял? Ну, который ничего не знает, а услышал Экклесиаста. Молодец. Хорошая книга. Другой бытие что-то. Знающие взяли бы только Иоанна, Богослова, Евангелие, Благовестие. И поэтому протестанты печатали миллионами экземпляров, миллионов, только Евангелие от Иоанна. Потом стали к нему там еще добавлять что-то. Почему? В нем все. Все самое духовное. Более духовного вообразить даже нельзя. А какая глава? Ну, среди там всех 21 главы, главное это 3, это все знают. А сколько там 36 стихов? А какой стих главный? 16. Она называется Библией в миниатюре. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И нету ни разу за все богослужения не прочитали это. Счастнейших юровим давят, а это Библия в миниатюре, в сжатом виде. И ни разу не прочитали. Это не сегодня началось. И когда спорят где-то с сектантами православными, на моем форуме даже, и начинают. Сектант говорит, вот вы предание, предание, вы преданием-то заменили, говорит, Писание-то. Приравняли его, он не знает, не приравняли, предание несравненно выше. И православные так и понимают. Писания, его как будто и нету. И вообще нету. В уши, вера отслыша, не отслыша ничего. Слов-то много всяких от Слова Божия. По Библии, а его и нету. Мы получили веру от греков, не евангельскую, а храмовую веру. Когда строится не царствие Божие, а царство попов и монахов. Вот это их царство. И вот они выносили, когда на разбор, как это отметить? В какое время, на какой горе мы видим Писание, нет Библии? На Фавор. Гора Фавор, гора Святая, будут петь. Теперь облако будет там приплывать и сверкать каждый год один раз в этот день. То есть все это можно сделать. Он огонь с неба будет низводить, противник. И вот монахи думают, как, люди-то ничего не знают. Ну как им дать? По желудку ударить. Пост. И как будто две недели, но строгий пост. Какой он строгий? Еще едим, только минимум меняется. А растительное масло нельзя. И вдруг среди поста, бац, рыба приплыла. Откуда она там на горе Фавор и рыба? С чего взяли рыбу-то? А человек понимает, даже растительное масло в пятницу нельзя. Тем более пятница, это день смерти Христа. Сегодня вообще день постный. А церковь превыше этого ставит монашеское. Вот это постановление, выдумку, измышление. Я уж не знаю, как это назвать-то. Чтобы мне не приписали нестарианское учение. Я все признаю, Божья Матерь, ну, никак не может быть, что равное предание, которое придумали монахи, и Писание, так оно не равное. Оно полностью устранило Писание. И когда нас сектанты в этом упрекают, то они правы. Но сознательно на это не хватает ни ума, ни совести. И вот вдруг рыба. Я понимаю, если бы день рыбака праздновали. Вот у Петра переполненная лодка, начала тонуть. Ну, почему в этот день его словить как-то день рыбака? А у нас как нарочно. Перестал ловить сигальян. Неделю ничего нету. И думаю, значит, все, нарушим устав, рыбы нету. И вдруг рыба приплыла в фольгу запечатанную, пропищенную. Приплыла. И монахи понимают, вот этот строгий пост, а так как бы оторвано от Великого. Откуда оторвано? С каких? С какого Петерика она оторвалась? Семь недель, это, не исключая субботу, воскресенье и там проще, 36,5 дней. Полдня еще перед пастой. Одна постная суббота в году. 365 дней, ровно десятина, Златоуст говорит. Это вообще удивительно. 365, запятую перенеси, 36,5. Как он может быть ранен? Как к Великому посту? Никак, но как бы. Как бы. А вообще с чего? Божья Матерь почила. Умерла. Понятно, Иоанна Крестителю голову отрубили в Ветхом Завете было. Еще не было жертвы Христовой. Но она умерла спустя годы, там, десятилетия. И церковь всегда, блажение разрешится от тела. Что? Ну, смерть лучше дня рождения. День смерти лучше дня рождения. И вдруг такая печаль, две недели постятся. Это непонимание вообще смысла искупительной жертвы. Вот я во всем думал, я православный, еще раз говорю. Не-не, сохрани Бог меня что-то менять. Я рассуждаю. Я не насаждаю, ничего надою увидеть, что вот начинаете яблоки сегодня. Батюшка там вышел, люди тут поют, тут помидор. Ну, день жатвы евреев был. Но видите, день жатвы отдельно нет. Именно яблочный спас. Вот это птичий язык, как Петр Мещеринов, игумен Данилова монастыря говорит, московского патриархата. Какой спас? Ореховый, медовый. Он один спас кровавые страшные голгофы. Когда он взял грехи мира на себя. Вот все, замена и подмена в эти пироги. Даже на Пасху яйца, и то не могут догадаться. Печеное яйцо, оно не еще мне говорит, кроме утробы. Если поздравлять, то поздравлять только сырым. Это означает оболочка, гроб, и там находится жизнь Христос. Это зародыш, его подложи, и оно, ну там, сколько курица парит. Не знаю, там, 27 дней или сколько. И вот ничего этого нет. Мои рассуждения говорят о том, что мы заблудились. Знания твоя, говорит, мудрость твоя сбили тебя с пути. И вот эти секты, которые возникли, если бы православие держалось с евангельского пути, а их уже около 21 тысячи насчитывает, не знаю, верно, нет, но, во всяком случае, больше 10 тысяч. Их бы не было. То есть могло быть там 2-3 какие-нибудь, ну там, Виссариона или хозяйка Медной горы, по Павлу Бажову там на Урале, секта Горбачева даже есть, говорит, там ли обедал, ложки берут, прислоняют, и зрение возвращается. Он ел, как будто 100 ложек у него было. А Горбачева, говорю, Путина виноват. От Горбачева другое исцеление. Именно на преображение. В этот день пучисты были, он какой план-то состроил. Маргарет Тэтчер наградила, открыла ему. Это день кончины советского режима, вавилонского пленения, 72 года. День в день, у Бога высчитано, страна преобразилась, куда развалилась и рухнула. И все структуры силовые, все направлено на то, чтобы у человека не было чести, порядочности, смелости. Вот у нас здесь вора поймали, не вор, вы не имеете права его трогать. В 4 часа ночи он по дворам шарится. Только фотографировать могли, и то еще никуда не выставить. Понятно, преступно, все преступно. Почему? Потому что люди не вошли в день преображения, якожеможаху. Я вот размышляю об этом, и вижу, что день преображения, когда от велелепной славы принесся глаз, он не затронул никого. Никого. И никто не может обратиться от этого. Там только новое шоу. Посмотреть приходит. И главное, пятница. Страшнее пятницы ничего нету. И вдруг она поборается в неизвестно где происшедшем событиям, которое столетия, 4 столетия или там больше, не праздновалось никак. Так что 4 столетия люди погибали, или все-таки они вернее поступали. А там все греки, монахи придумывали. Придумывали и думали, вот понимаете, по строгей грубо, рыба плывет. И человек сразу задумывается, преображение. А что преображение означает в духовном плане, то вообще не знаю. Рыба, среди поста рыба. Ну, я понимаю, ну надо было как-то достучаться. Надо было всякое искусственно придумать. Я понимаю Лазаря, суббота Лазарева, перед верным воскресеньем. Здорово придумали. Икру можно, а рыбу нельзя. Икра внутри рыбы, когда живая, тогда можно было бы. Не вяленая, не в банке. А рыба это гроб. Вот это здорово. Я думаю, самое удачное у них было. Но почему они перед этим, надо вот перед самой Пасхой, но чтобы в воскресенье попало верное. Ну, это ветивая у нас верба. Вот это все по животу. И наш отец, который ничего не знал, это он знал. Мать, там рыба разрешается. Рыба разрешается. И тоже жил совсем как безбожник. Хотя в Бога верил, за стол, за стола молился. Мог и материться, и пьянствовать, и валяться. И все было. Но вот это он знал. Нельзя, нельзя. Это же пост. Нельзя. А выпить можно. В храме ни-ни, разговаривать нельзя. А вышел, за храмом уже и в морду дать ему, и подраться. Это все в деревне у нас было. Какая-то тут драка возникла вдруг в Корчиной. Между селинниками приехали. Селинника убили эти местные. Убили парнишку молодого. Там с лекой, палкой, как проломили голову. И Шишенин там, кто были замешаны. А мы учились в это время. Сейчас я не знаю, какой седьмой, что ли, класс я учился. Ну там, пятьдесят какой. В шестом году эта селината началась. С тобой трактора поведем. К слову сказать, женщина-то поет. С тобой поведем трактора. Женщины, которые самый репродуктивный возраст, все перестали рожать. Почему ее там трясет, у ней там все отлетает. Это все закрыто было. Грязная мазуть и женщина. Так и здесь. Главной веры отслышания нету. А рыбу поет человек. Да, это праздник. Плоды сегодня осветили. До этого нельзя якобы было. Вот это праздник. Это монахи. Через желудок. То есть абсолютно не евангельское учение, не евангельские постановления, не евангельские посты. И ничего евангельского там нет. А Бог будет судить по Евангелию. Это от нас скрыли. Не потому, что я ел, Бог будет судить. А написано, слово мое будет судить его в последний день, который я говорил. 12.48, Евангелие от Иоанна. Размышления. Повторяю, ни на чем не настаиваю. Я эту с удовольствием пирожок этот даем. Благословен Господь. И рыба благословена. Но уверовать через это нельзя. Павел не поминает про преображение в 14 послании. Ни разум. Ни слова. Вот и все. То есть он, как будто его не было. Это для уверования было дано апостолам. А нам теперь что? Нам только через Слово Божие. Другого пути нет. Все у меня, братья. Спасибо, Христос, за внимание. Спасибо, Христос. Это для начала. Вот, Христос. Я как-то не могу. Охал. Спасибо.